Привет, зрители! Я снимаю на кухне, потому что у меня в комнате много-много всего стоит, и сушилка, плюс камин. И завтра мне надо будет доехать до деревни и свести вещи, которые как раз стоят в комнате. Это обзор моих заказов в свайпере. Я бы, может, сегодня ещё бы и не писала. У меня на кухне жарко, я закрыла окно ещё, при этом у меня духовка включена, но там очень громкие люди, и поэтому я решила, что всё-таки я потерплю эту жару. Но мне надо одну запчасть отсюда взять, ну, одну зубную щётку я возьму в деревню. Потому что зубная паста туда уехала, а зубная щётка ещё не уехала. Я купила по какой-то супер дешёвой цене, я потом в инфобоксе оставлю артикул с Вайтберриса, артикул на Вайтберрис вот этого, в счастье, цену, по которой я брала. Ну, и ты решишь, хочешь ты купить или нет, если оно ещё столько стоит. Какие-то бамбуковые щётки. Вот они, вот так. Я снимаю при свете лампочки с потолка. Ну, вот как-то я сначала хотела при свете дня, но мне показалось, что вроде как немножко узкловато уже. Может, и сейчас у нас сколько времени? Пол седьмого. После этого вот ещё один обзорчик. Щётка из бамбука с бамбуковым напылением и пластиком. Я думала, что как, ну тут из бамбука всё, вот это что ли из бамбука. Но мне кажется, из бамбука тут, наверное, только вот, может, напыление бамбука, вот эти вот щетинки. Но нона, щётка нона. Вот это-то всё явно пластик. Она ещё какая-то такая вроде как. Ну ладно, я её не буду ломать. В общем, вот щётка, мягкая, кстати, щетинка. Ну вот одна щётка у меня пойдёт в деревню. Тут ещё синяя, жёлтая и оранжевая остались. Что-то они меньше сотни, мне кажется, стоили. Я ещё так удивилась, я там почитала отзывы, вопросы покупателей к продавцу. И там написано было, да, действительно, все четыре. Ну вот такой набор. Как бы там, я не помню, на этикетке было, что вот это вот именно набором. Или просто четыре щётки нарисовано. Но я думаю, а что? Всё, дешёвая самая, с мягкой щетинкой как раз за моих молочных зубов. Не совсем молочных тоже, самое то. По этому поводу, что я решила сейчас сделать обзор, у меня здесь три лампочки, но сейчас уже две. И как бы я их покупала специально для комнаты, у меня там люстра и в неё Е27, но они миньоны. А миньоны фиг найдёшь, и последний раз я покупала, хрен знает, вроде в оффлайне в городе, они какие-то очень дорогие были, когда первый раз покупала. Потом я нашла вроде как небольшие, они средней такой дешёвости были у меня. Духовка закончила печь мясо, если интересно, что за мясо, откнись в телегу. В общем, это у нас Grisart, электрик, лампа, светодиодная, G45, 650 LM, 7 Вт LED, Е27, нейтральный белый свет. И вот я указала, как раз у меня там тоже нейтральный белый свет. У меня дна перегорела. Я заказала набором 199 рублей, кажется, они были. Самый дешёвый, оптимальный вариант. Потому что как бы у меня и наверху тоже должны быть миньоны, но что-то я не могла найти на Е14 эти шарики. У меня были все, вот покупаешь, где написано, что маленькие, по описанию, по всему, а приходит такой слот. У меня сейчас такие слоны в этой люстре на потолке не могу, всё-таки очень жарко. Вон, надеются, что эти цветы жизни будут потише орать или просто вообще не будут орать. Короче, просто перед тем, как сзадится видео писать, они очень шумно орали. И вот эти 7 Вт написано, что это равно 60 Вт, если вот накаливание лампочков. Я оставлю в инфобоксе артикул тоже. В общем, они вот пришли вот в такой упаковке. Ну и тут ещё две лампочки осталось. Тёплый свет, холодный свет. А у нас нейтральный свет. И вот у меня как бы перегорело. Я где-то с месяц соображала, что у меня, как-то, лампочка перегорела. Не сразу заметила. Ну и так как у меня уже не осталось миньонов, я нашла только на Вайбере саму оптимальную цену за наборчик. Такой 3 штуки, 199 рублей. На зон они что-то вообще как-то бешено стоили. Так, что у меня тут ещё? Если тебе интересно, на губах у меня смесь уже и ежа. Я что-то в шкаф залезла, и рука у меня достала этот NYX Liquid Suite Оранжевый. А потом я подумала, что как-то оранжевый всё-таки, наверное, очень экспрессивно будет. И достала Essence Shine Shine Shine. Это всё от вас. Не, вот это я помню, что от подписчика Влада. Не знаю, смотрит или нет, а это от кого-то из подписчиц. От кого из вас, не помню. Так, у меня тут ещё есть, но уже упаковка только осталась. Это я покупала на Озон за 300 с чем-то рублей. Это SD Cardo SanDisk Ultra Micro SDHC. Ну, первый класс чего-то там для Full HD видео. Специально в телефон, потому что у меня тут была флешка от Кума. Она внезапно отказала. Ну, в смысле, приказала долго жить. Как бы с неё информацию можно достать, но в телефоне она уже пользоваться не может. Я туда всунула Samsung палёную, которую покупала как-то на Viberes в прошлом году за косарь, которая, ну, как бы подделка была. И она у меня недели две жила, а потом тоже вообще отказала полностью. Хорошо, что там было что-то, что у меня, в принципе, есть в других местах. Ну, просто скачивала какой-то аудио или что-то такое. Какой-то материал скачивала с облака, чтобы было вот именно в оффлайне можно было посмотреть. И, по-моему, как раз, когда я работала с монтажом камина на телефоне, некоторые файлы делала именно на телефоне монтаж. Короче говоря, и она у меня отваливается. Думаю, в пенсию я придёт, я закажу себе карту какую-нибудь. И вот сандиск заказала. Так как на сандиск у меня пишется 128 гигов на Sony. Я сейчас на Sony пишу. У меня на сандиск ещё здесь 264 гигабайта и 256 я на них пишу. Вот 256 она у меня в DJI стоит. И я уже поняла, что сандиск – это действительно очень хорошая карта. Плюс можно найти дешевле, можно найти, конечно, и дороже. Но там что-то была скидка на Озон. И я её заказала, и она действительно очень хорошая. Он сразу вот так её определил. Никаких глюков, нужная скорость. Тут, конечно, Озон наклеил, как обычно, не к месту свою эту штуку. Но тут скорость течения 100, по-моему, мегабит в секунду. И метр в секунду, скажем так. Так, и скорость записи 10 метров в секунду. Ну, для телефона как раз вот самое то. Так у меня есть ещё других более больших классов, как раз вот на камеры, на обе штуки. И ещё потом на одну камеру пойдёт, когда я её освобожу. В общем, я артикул оставлю на Озон тоже в инфобоксе, если вы ищете какую-то карту себе в телефон или ещё куда-то. Очень хорошая вещь. И я так поняла, что Samsung сейчас, вот я покупала последний раз карту нормальную Samsung, когда купила эту камеру. В 2018 году осенью. Одну как раз, когда её купила. И потом ещё повторно так, в довесок к ней. И с тех времён, я так поняла, или они испортились за последние пару лет, или что, не знаю. Или в Россию просто, даже с Алиэкспресса, или в России купленная, какая-то подделка идёт. Ну, в общем, Samsung такое днище в плане флешек стал, что вот я всё думала, что его так рекламят. А не зря рекламят, очень хорошие карты. Ну, и последнее, всё никак, всё ждала специально, чтобы обозреть это, а потом уже отдать кошке. Когтеточка. У меня что-то очень быстрое, я не помню, когда последний раз покупала когтеточку серенькую. Решила для разнообразия чёрненькую купить. 168 рублей. На Вайтберрис. Да, вот тут как раз наклейка. Так, как тут. Вот такая когтеточка, ну, обычно, у нас когтеточка столбик на ножку стола, вот здесь липучка, она вот так вот накрутится. Сделана она у нас 24 ноября прошлого года, сделана в России, то бишь у нас тут. 50 на 30 сантиметров и 8 миллиметров от того. Вот она как бы плотность, её высота, не знаю, как сказать. Когтеточка XR чёрная на ножку стола, стула ремонта когтеточек. Первый раз читаю про ремонт когтеточек. Меня вряд ли отремонтируют только когтеточку, потому что она вот, ну, вот прям, знаете, вот бывают кудрявые волосы, люди с кудрявыми волосами вот такие вот прям очень кудрявые волосы. Там, допустим, негр какой-нибудь с очень кудрявой шевелюрой, красивый негр с красивой кудрявой шевелюрой. И вот эта красивая кудрявая шевелюра у меня сейчас в виде этой когтеточки на ножке стола, стула, стола, да, как раз. В общем, вот у меня такой обзор моих покупок. Тут с Азона была только флешка, остальное с Вайберис. Всем спасибо за просмотр. Артикулы будут в инфобоксе, я делаю ещё закреплённый камень. Если хотите поддержать канал, то где-то здесь будет облачко. Если ждёте АСМР, то можете подписаться на Густе, тоже где-то будет облачко. Если хотите мне что-то послать на Вайберис с доставкой на Азон, то можете зайти в телегу, ссылка на неё в инфобоксе, как раз там есть информация, ближайшая ко мне база выдачи. Если хотите что-то послать на обзор Почты России, то адрес до вас требования в самом низу инфобокса. Всем пока!